10 августа 1897 года в лаборатории немецкого городка Вуперталь была синтезирована ацетилсалициловая кислота. Аспирин открыл 29-летний немецкий ученый-химик Феликс Хоффман. К созданию чудодейственного препарата его подтолкнула болезнь отца, страдающего ревматизмом. Желая ему помочь, Хоффман проделал очень кропотливую работу. Сперва из растения от аволга он выделил салициловую кислоту, затем сумел добиться удачного совмещения салициловой кислоты с уксусной и в итоге получил ацетилсалициловую. Сегодня аспирин – бестселлер продаж среди медикаментов. Он входит в почетный список Книги рекордов Гиннеса как самое продаваемое болеутоляющее средство. 27 лет назад украинская легкоатлетка Инесса Кровец покорила дистанцию в 15,5 метров. Она установила мировой рекорд в тройном прыжке и завоевала золото на чемпионате мира в шведском Гетебурге. В своем успехе спортсменка не сомневалась. «Я была очень хорошо подготовлена. Что творилось в душе, не помню. В секунды прыжка мечтала только об одном – попасть на планку», призналась Кровец после блестящего выступления. Первые две попытки успехом не увенчались, ведь спортсменка дважды совершила заступ, однако третья оказалась удачной. Рекорд Кровец продержался до Олимпиады 2021 в Токио. Его побила спортсменка из Венесуэлы, прыгнув на 17 сантиметров дальше. В этот день в 2014 году в Иловайске, городе, расположенном в 25 километрах от Донецка, развернулся первый ожесточенный бой АТО. Украинские военные теснили боевиков так называемой ДНР, которых активно поддерживали вооруженные силы Российской Федерации. Получив контроль на Дыловайском, украинские войска могли бы отрезать поставки оружия и живой силы в оккупированный Донецк. Целью военной операции было уничтожение укрепрайонов и блокпостов сепаратистов, а также установление полного контроля над важным стратегическим плацдармом. Кровопролитные сражения продолжались почти месяц. Украинских военных окружили. 29 августа Россия выступила с предложением о гуманитарном коридоре, который якобы гарантирует нашим солдатам выход из Иловайска. 30 августа колонны украинцев на выходе из города были атакованы и расстреляны. В Иловайском котле, по официальным данным, погибли 366 украинских военных и добровольцев. 429 получили ранения, а сотни оказались в плену. А каким будет 10 августа 2022 года, зависит от каждого из нас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Российские захватчики до основания разрушили родительский дом Натальи Кравченко. Только обгоревшие стены и груда кирпичей. Не осталось даже фотографии покойного отца, рассказывает Наталья со слезами на глазах. Она хорошо помнит первые дни оккупации, когда в Андреевку заехали вражеские танки. Окупанты заходили в село тремя колоннами по 150-300 единиц боевой техники и сразу начинались обстрелы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Село Андреевку называют маленьким Маріуполем. Это один из наиболее разрушенных населенных пунктов Киевской области. Здесь практически не осталось ни одного целого дома. Село расположено между Бородянкой и Макаровым, где оккупанты с особой жестокостью зверствовали больше месяца. Убивали, пытали и насиловали мирных граждан. У нас страна село все расстреляло. Котувалы даже их. Я так думаю, что находили в телефонах поведомления, або сфотографировано их, або снимали технику. По разговорах людей, если телефон где-то включается, где-то телефонует, они как-то определялись. Андреевка стала стратегическим опорным пунктом для российских солдат. Они заезжали танками прямо во двор к местным жителям и разгружали там снаряды, прикрываясь людьми. В каждом дворе по 15 ящиков боеприпасов стояло, вспоминает Виктор Клименко. Поэтому артобстрелы велись постоянно. Во-первых, сюда ударила ракета, завалила мне гаража. Тогда одна мина луснула под хату сюда, под эту хату. Хата загорелася. Другая у клумбу, вот эту же клумбу лупешила. Как они стреляли? 14 ям, кроме хати. Куда они стреляли? У Виктора Емельяновича, как и у многих жителей села, российские захватчики жили в погребе, боялись украинской артиллерии. Сначала не мародёрили, пока провизия не закончилась, а затем начали воровать в селе птицу и резать скот. Как солдаты они были молодые и неопытные, даже не знали, что такое воинский устав, говорит Виктор Клименко. Я пытаю, Саша, с кем тебе год? К-20. Кажу, ну а я хочу, чтобы ты по контракту, по приходу. Дед, работы нет. Что делать? Вот видишь, это моя невеста. Хотел жениться, а денег нет. Вот я подписался на два года. Но нам же пообещали в Украину заехать на два дня. А у неё, видите ли, что делается? Российскую оккупацию никогда не забудет и Галина Чернявская, жительница Андреевки. В результате боевых действий вылетели все окна в её доме, повреждена крыша. Российские солдаты обыскали все комнаты, угнали машину, разрисовали её, катались по посёлку, а затем расстреляли. Мы прожили очень страшно. Стреляли гранатами, стреляли ракетами, только чем они не стреляли. Это было страшно. Все летело про нашу комнату. Машина эта стояла поки что еще целая, в хорошем состоянии. Мы сидели с дочкой в погребе, выскочили, там на 10-15 минут бувало на улицу из погреба, чтобы хозяйство попорать, потому что у меня кури и качки были, и там котам дать, и с собаками. А то сидели весь час в погребе. Отступая из Андреевки, оккупанты взяли в плен четырех местных жителей. Двоих мужчин удалось вернуть домой в рамках обмена пленными. Еще двое остались в российском СИЗО. Во время оккупации россияне издевались над ними, как могли. Сейчас жители Андреевки потихоньку приходят в себя и думают над тем, как пережить зиму. Ведь 75 семей остались без крыши над головой. Еще 300 домов нуждаются в ремонте. Если бы не меценаты, пришлось бы совсем худо, сокрушается сельский голова. Благодаря спонсорам в августе планируют поставить первые 15 модульных домиков, а нужно еще 60. Работы хватает, говорит Анатолий Кибукевич. Главное, чтобы война закончилась побыстрее и никогда больше не повторилось то, что они пережили. Этот коварный вирус поражает сотни миллионов человек во всем мире. Часто инфекция протекает бессимптомно и способна вызвать тяжелые заболевания печени. Но при своевременной диагностике и лечении с болезнью можно успешно бороться. Речь идет о вирусных гепатитах. В Украине около 2 миллионов человек живут с гепатитом С и более 500 тысяч с гепатитом В. Это самые опасные типы вирусов для человека. Главная проблема в борьбе с ними – низкая информированность населения, говорят специалисты. Многие не знают о своем диагнозе и о том, что существует государственная программа поддержки пациентов, которая включает бесплатное тестирование и лечение. О своем диагнозе Юрий Войнолович узнал в 2007 году во время обследования в больнице. Тогда лечение от гепатита С было дорогостоящим, малоэффективным и вызывало серьезные побочные эффекты. Прочитав аннотацию к препарату, Юрий понял, что не готов к такому лечению даже за большие деньги. И когда в 2016 году появились препараты прямого противовирусного действия, он поставил за цель вылечить свою жену, которая также болела гепатитом, и самому побороть инфекцию. В тот момент появились уже программы неурядовых организаций, которых выдавали частину леков безкоштовно. Другую частину мы докупили за собственные деньги с дружиной, и вышло так, что мы пролюкувалися препаратами прямой противовирусной действия, против гепатитов. Мы лековались 12 недель, и успешно. С тех пор Юрий консультирует людей, страдающих гепатитами. Он прошел обучение в Европе, получил сертификат тренера и создал общественную организацию, которая представляет интересы пациентов в Украине. Сейчас очень важно разработать региональную стратегию по борьбе с вирусными гепатитами и включить в государственный пакет медицинских гарантий расходы на все обследования, говорит Юрий. Заразиться гепатитом можно не только через инъекции, незащищенный секс или переливание крови. Источником заражения может стать маникюрный салон, прием у стоматолога, пирсинг или тату. С началом боевых действий борьба с вирусными гепатитами в Украине стала еще острее. И сейчас, на жаль, с войсковыми действиями мы понимаем, что хворых на хронический гепатит Б и на хронический гепатит С станет больше, потому что это и травмы, и надание допомоги в полевых умовах, и переливание крови. Это очень серьезные травмы, и не всегда можно дотриматься правил безопасности. До полномасштабного российского вторжения, процесс закупки препаратов, протокол лечения и маршрут пациентов были четко отработаны, рассказывает врач-гепатолог Марина Дыба. С началом боевых действий ситуация изменилась. Сейчас, когда началась война, на жаль, некоторые регионы нашей страны не смогли дать помощь тем пациентам, которые уже або получают лечения, або планировали получать. Это внутренне перемещенные особи, або даже пациенты, которые выехали за кордон. И сейчас на сайте МОЗ есть горячая линя, и есть сформирована специальная группа для допомоги таким пациентам. Важно знать, что гепатит С, в отличие от гепатита В, полностью излечим. Но зато от гепатита В есть вакцина. Она защищает и от гепатита Д. Это вирус-сателлит, возникающий только при наличии гепатита В. Чаще всего он передается от матери ребенку, а также при контакте с кровью или другими биологическими выделениями. С 2000-го року в нас в Украине исходит программа иммунизации. И если батьки, або будущие батьки, отмевляются от вакцинации собственной дитины, это будет самая большая их ошибка, потому что они наражают дитину на очень огромную небезпеку. Вирусные гепатиты отличаются тем, что по-разному воздействуют на печень. Препаратов для их лечения в Украине достаточно. Проблема в обращениях. По статистике, каждый 12-й человек в мире является носителем вируса гепатита В или С. Простой лабораторный тест поможет вам своевременно выявить заболевания и улучшить качество вашей жизни.